Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск программы Акцент, я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы будем говорить о проблеме, которая кажется, с одной стороны, очень далека от нас, от повседневной жизни каждого из нас. А с другой стороны, при ближайшем рассмотрении, самым непосредственным образом затрагивает нашу повседневность. Я имею в виду глобализацию. И моим собеседником в сегодняшнем выпуске будет человек, который является одним из самых авторитетных, во всяком случае, в Российской Федерации, в нашей стране, специалистов как раз по проблемам глобализации. Наш гость Александр Николаевич Чумаков, первый вице-президент Российского философского общества, ведущий научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Вы сегодня гость Казанского федерального университета. Вы прибыли по приглашению ректора КФУ. И вот буквально полчаса назад чуть больше закончилась ваша встреча со студентами-преподавателями. Выступление, потом переход в формат вопросов и ответов. И я позволю себе первый вопрос задать очень такой простой. Каково впечатление, как по итогам этой встречи в КФУ или в той аудитории, по крайней мере, с которой вы общались, больше глобалистов или антиглобалистов? Ну, я не проверял с этой точки зрения, кто был в аудитории, а с точки зрения того, как они слушали и какие вопросы задавали. Могу сказать, что заинтересованная и в значительной степени подготовлена к такому разговору. Тема была глобальный мир столкновения интересов. Она была заранее заявлена. И разговор получился, на мой взгляд, очень интересным. Я третий раз в стенах Казанского университета хочу поблагодарить, пользуясь возможностью руководства университета, ректора и Михаила Дмитриевича Челкунова за такую возможность представленную. Потому что университет, несомненно, прославленный университет, который имеет не только историю, но и сегодня очень высокие позиции в стране занимает. Поэтому выступать перед такой аудиторией стенок такого университета и большая ответственность. Я бы сказал, честь. Я с удовольствием сегодня общался с ними. Спасибо. Ну вот сейчас у нас аудитория, мягко говоря, будет пошире, чем та, в которой выступали. Это аудитория не только университетская, но и телезрители Республики Татарстан. И давайте перейдем к некоторым моментам, связанным с глобализацией. Я для начала, чтобы, может быть, что-то не было для вас неожиданным, должен сказать, что, наверное, мне себя очень трудно отнести к сторонникам глобализации. Будет возможность, я постараюсь пояснить, почему. Может быть, даже на интуитивном плане, как-то на личностном ощущении. Но это, в конце концов, мое частное дело. Я просто, чтобы моя позиция здесь тоже была ясна, вы, как я понимаю, абсолютный глобалист. Вы видите за глобализацией будущее человечества, будущее сегодняшней цивилизации, переход в следующее состояние цивилизационное. В своих работах вы пишете, что к концу XX века линейно-плоскостной мир уступил мир объемному, и вы даже употребляете такое выражение, голографическому, сложному миру. И обосновывается с такой точки зрения, что в XXI веке, вот в нынешнем, где мы живем сейчас, в этом времени, на первый план выйдут проблемы мирового устройства, теория и практика глобального управления. Если это перевести на более бытовой уровень, речь идет о мировом правительстве? Нет, если мы будем говорить сейчас о мировом правительстве, мы уйдем в сторону от той темы, которую вы затронули. Знаете, что необходимо уточнить здесь, это определиться с понятиями. В свое время Декарт сказал очень хорошо, на мой взгляд, что определите значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждения. Еще есть одна очень хорошая мысль, я бы хотел ее воспроизвести, они должны быть руководящими для нас. Что кто берется за решение частных вопросов, не выясним для себя предварительно общие вопросы, тот в решении частных вопросов будет постоянно токаться на эти общие вопросы. Вот с этой точки зрения, даже та терминология, которую вы сейчас употребили, глобалист, антиглобалист, бывает альтерглобалист, это все требует уточнения, потому что в буквальном смысле слова на широкую аудиторию мы не проясним дело, мы просто запутаем дело. Изначально, это очень важно, определиться с тем, что такое глобализация, как мы ее понимаем. После этого только мы сможем уже адекватно оценивать те и действительно опасности, которые глобализация в себе таит, и достойно и правильно сможем оценить и правильно воспользоваться те преимущества и те позитивные моменты, которые сопутствуют глобализации. Хорошо, тогда давайте определим, что такое глобализация. Сейчас, да, я хочу все-таки еще один момент, вы затронули, относительно глобального правительства. Я хочу поставить сейчас, может быть, этот вопрос в такую плоскость, чтобы мы к нему больше пока не возвращались, потому что, разговаривая о глобальном правительстве, мы просто потеряем за деревьями лес и поменяем местами телегу и лошадь. Если говорить о глобальном правительстве, то это разговор ни о чем, это пустой разговор. Я вам предложу мысленный эксперимент. Представьте себе правительство, возьмем только нашу страну в одну, можете взять любую другую страну. В страну, в которой есть правительство, и все, и больше ничего. Нет парламента, нет президентской или там другого. Вот просто одно правительство, представьте себе. Нет армии, полиции, нет налоговых и всех остальных фискальных органов. Может ли такая структура управлять даже одной страной? Когда говорят о глобальном правительстве, вот как раз и мыслят себе, что вот вроде бы хотят создать какой-то такой орган, который будет всем управлять. Значит, управление общественными системами, это очень сложный набор многих, многих параметров, аспектов. Как минимум, три ветви власти, законодательная, исполнительная, судебная, плюс еще ваша сфера, берите журналистику и многое другое. И вот если вы так будете говорить об управлении, тогда вопрос о мировом правительстве перейдет в плоскость, ну просто каких-то досужих разговоров. И ничего реального в мире не было, до сегодняшнего дня нет и быть на ближайшую перспективу не может быть. Поэтому лучше вернуться к тому, что такое глобализация. Говорите об этом, а потом вопрос о мировом правительстве встанет другую плоскость. Потому что управлять глобальным миром, конечно, как-то надо, ибо мир в целом, став целостной комплексной системой, саморазвиваясь, выходит на уровень отношений, которые предшествовали человечеству на той стадии, когда оно существовало до появления государства. В свое время Макеавелли написал свою знаменитую работу «Государство», в котором выдвинул идею... Государь. Да, государь. Нет, государь это у Макеавелли. Мы говорим сейчас о том, что до появления государства человечество было в состоянии войны всех против всех. И появление государства, Левиафан Гоббс написал работу, которая показывает, что государство выполнило роль вот этой силы, приведшей к более или менее установленным каким-то нормам и порядкам, которые положили конец войне всех против всех в буквальном смысле этого слова. В этой ситуации, значит, мы находимся сейчас, в этой ситуации, когда глобальный мир по экономическим, политическим, географическим, само собой, экологическим, информационным, замкнулся в целостную систему. Но порядка 200 государств национальных, по которым выстроен сегодня мир, между собою взаимодействуют исключительно с точки зрения силы и всех остальных инструментов, что называется, взаимоотношений, которые существовали до ситуации человечества, до появления государства. То есть нет некой над ними силы, которая бы положила конец вот этой войны всех против всех. По существу мы вступили в ситуацию с глобальным миром, а это к 20 веку выстроилось наиболее ярко, когда национальные государства, по существу, действительно ведут войну всех против всех. И здесь уже вопрос об управлении очень остро встает. Он встает, по существу, ну, чуть ли не последние, ну, почти чуть ли не сотню лет. Ну, уж, по крайней мере, после Второй мировой войны такая проблема была поставлена самым непосредственным образом. Как к ней подступиться и подступаться, это второй вопрос, но проблема очень важная. Так вот, вы говорили о том, что у мирового правительства, если даже оно представить, вот чтобы оно где-то существовало, у него нет никаких рычагов для управления глобальным сообществом, да, глобальным миром. Но в то же время мы же с вами знаем, что существуют не на пустом месте рожденные понятия мировой жандарм, существуют вооруженные силы одного государства в один исторический период, например, это была Россия в 19 веке, применительно к Европе. Существуют США, которые используют свои вооруженные силы, используют свою экономическую мощь для того, чтобы принуждать другие государства. И если предположить, что мировое правительство может управлять конгломератом элементов принуждения, присущих государству, то почему нет, значит, оно может существовать. Тут очень важный момент какой? Конечно, для широкой аудитории, наверное, этот разговор был бы довольно трудный, но мы ведь в обыденном языке употребляем такие термины, как на крыше стоит громоотвод, и никого это не смущает. А ведь это по существу бракодабра. Там не громоотвод стоит, там гром этот штырь металлический не отводит, звук не отводит, он отводит электричество. Это электроотвод. Но так сложилось исторически. Дальше мы говорим, что солнце всходит и заходит. Но это тоже бракодабра. Солнце не всходит и не заходит, земля вращается. То есть приходит время, когда необходимо переосмыслить понятия. То есть когда вы говорите о правительстве, то правительство в любой стране, а мы в данном случае говорим, если и в мировой уровень берем, оно предназначено для того, чтобы осуществлять управление общественными системами. Но мы должны заметить, что управление это довольно сложный тип регулирования общественных отношений. А вот понятие регулирование и управление сует разные вещи. Это все равно, что мы говорим движение и развитие. Движение может быть простым механическим движением, а развитие сопряжено с качественными переменами. То же самое и то, о чем говорите вы сейчас. Когда вы говорите о жандарме и так далее, мы имеем в современном мире способы регулирования общественными отношениями. Если мы берем Организацию Объединенных Наций, берем МВФ, берем, например, ВТО и так далее, и так далее. Ни одна из этих организаций, я бы взял на самые-самые серьезные их множество, не управляют ничем. Они в лучшем случае регулируют отдельные сферы жизни общества. Как, например, ВТО в сфере торговли, МВФ, например, в сфере финансов, а Организация Объединенных в сфере политики регулирует. А что такое управление? Управление, в отличие от регулирования, я опять, коль скоро мы на такую широкую аудиторию ведем разговор, я буду примеры приводить, и станет все понятно, что, например, обвинять Организацию Объединенных Наций в том, что они справляются с задачами управления современного мира, это абсолютно некорректно с точки зрения, по крайней мере, серьезного разговора. Вот представьте себе, переходим на обыденную жизнь, представьте, стоит автомобиль, вы подходите к автомобилю, включаете двигатель, а он у вас с перебоями работает. Что вы должны сделать? Вы должны отрегулировать работу двигателя, ну, возьмем такой более примитивный двигатель, скажем там, с карбюратором, вы должны отрегулировать холостой ход. Вы посмотрели, а у вас колеса просели очень сильно, значит, отрегулировать давление в шинах надо, вам нужно отрегулировать, и вы занимаетесь этой регулировкой. Значит, когда вы отрегулировали двигатель, вы можете сесть и поехать, и вот здесь вы уже начинаете управлять автомобилем. Вот когда вы управляете автомобилем, вы действительно регулируете на более высоком уровне, то есть вы из точки А должны приехать в точку Б, но вы никогда не знаете заранее, на каком повороте какой светофор будет гореть, и на каком светофор, на повороте или где-нибудь на дороге столкнутся какие-то машины, и будет затор. Или где-то там вчера ехали, было нормально, а сегодня там ремонт, и вам нужно объезжать, но вы точно знаете, что вам нужно из точки А приехать в точку Б, и тогда вы повернете налево, хотя нужно было бы ехать прямо, или где-то повернете направо, но в конечном счете вы управляете автомобилем. Что в данном случае вы имеете? Вы имеете цель, вы достигаете ее с обратной связью обязательно, коррелируете, каждый раз носите все время поправки и так далее. Вы, да, действительно регулируете, но на более высоком уровне, как движение и развитие разницы. Поэтому, когда вы говорите о глобальном правительстве, то вы наделяете его сразу функциями управления. А я вам сказал, что функции управления можно о них говорить и осуществлять, в том числе и глобальным миром, глобальным человечеством, как и любой страной, любым сообществом, даже университетом. Чтобы управлять, нужно иметь определенный механизм, как правило, очень сложный механизм. Даже в вашем университете, в любом университете, у ректора есть проектора, есть институты, есть кафедры, есть целая мощная система, и в одном месте принятые решения доходят до конечного результата, много-много, так сказать, звеньев проходя. Вот это надо иметь в виду, потому что страхи по поводу мирового правительства, они надуманные, мирового правительства, в прямом смысле, как его подразумевают, в буквальном смысле слова, нет и быть не может сегодня, для этого нет условий. Но, и вот это очень важный момент, а задача такая стоит, потому что одного управления недостаточно. Так она нереализуема. Вот это интересный разговор. Понимаете, вот когда мы разберем, разобрали вот эти понятия, о чем я в самом начале сказал, чтобы мы их правильно употребляли. А то ведь мы будем говорить сейчас, понимаете, мы как будем говорить. Вот я вернусь все-таки к этим очень простым сравнениям. Мы с вами можем говорить о восходе и заходе солнца, если мы с вами рыбаки и собираемся утречком на зорьке пойти, например, на рыбалку. Нам достаточно солнца всходит и заходит, не вникать в ситуацию. Но если мы с вами сели в конструкторском бюро и рассчитываем полет на Луну, понимаете, чтобы на солнце не улететь, нам надо в понятие солнце всходит и заходит вложить другой смысл. Солнце на месте, а земля крутится. Поэтому, когда мы говорим о мировом правительстве, мы должны понять, что правление, управление и регулирование суть разные вещи. И мы сегодня по факту управления общественными системами максимально имеем только на уровне государств. Мы берем объединение государств, такое как Европейский Союз, и мы видим в лучшем случае там только элементы управления. Но управления уже нет там. Там есть регулирование, элементы управления, а дальше все. И в этой связи возникает вопрос. Это теоретические вопросы, философская сегодня проблема. А возможно ли управление общественными системами на структурах, выходящих за рамки, например, Евросоюза? Это большой вопрос. Теоретическая проблема, я в том числе над ней работаю сейчас. Никто не доказал, что это возможно. Но никто не доказал, что это невозможно. А это как раз выводит нас на разговоры о мировом правительстве. Это там уже тот уровень. Значит, тогда это будут досужие разговоры, не имеющие серьезной базы, не теоретической, не серьезной к реальности имеющие отношения. Понимаете? Поэтому аккуратнее надо быть с этими вещами. Точно так же, как вы употребили термин глобалисты, антиглобалисты. Когда мы говорим об антиглобалистах, мы сначала должны разобраться, что такое глобализация. Я вас просил привести определение глобализации. Давайте я вам скажу, что такое глобализация. Вот такое, значит, рабочее на уровне, как говорится, здравого смысла глобализация. Это такие процессы в планетарном масштабе, которые охватывают все сферы общественной жизни, экономическую, политическую, информационную и так далее. И которые затрагивают интересы всех жителей планеты, все структуры общественных образований, государства и так далее, прямо или косвенно. То есть, может показаться, что, например, гонка вооружений никаким образом не затрагивает, ну, условно говоря, на островах Зеленого мыса аборигенов. Александр Николаевич, извините, великодушен, давайте мы все-таки остановимся. Вот вы дали определение глобализации. Вы упомянули, что глобализация в той или иной степени, теми или иными способами затрагивает все сферы жизнедеятельности. Сегодня да. Человек. Все. И вы привели пример до этого с карбюраторным автомобилем. Регулировка – это одно, исправление каких-то недочетов, а управление, то есть руление – это другое. Окей. Ну, сейчас есть Тесла, есть компания Илона Маска, да, который совершенно спокойно, дело даже не в том, что это электромобиль, дело в том, что он управляется программой извне. Да. Он соответствующим образом регулирует на внешние воздействия, на различные факторы. И я могу уже не рулить, за меня кто-то рулит, но я сижу в автомобиле, и он едет. Это один момент. Второй момент. Чипизация населения, назовем это так, да, то есть возможность и реально внедряемые вещи. Вплоть до того, что на некоторых предприятиях, к счастью, пока что не в России, вводят чипы под кожу сотрудникам. И таким образом, кто хозяева, менеджеры получают абсолютный доступ к любым телодвижениям и даже к реакциям психологическим. Третье. Помимо всего прочего, мы сидим с вами, беседуем под телекамеру, у вас в кармане мобильный телефон, у меня тоже. Мы сидим за компьютером, и мы вдруг видим, что даже сами основатели Google, Amazon и так далее, или лаборатории Касперского, то есть супер продвинутые компьютерщики, программисты, специалисты, заклеивают бумажечками камеры на своих компьютерах. Почему? Потому что они опасаются глобального контроля над своей личной жизнью, над своим частным, приватным пространством. И те люди, которых в просторечии и в прессе называют антиглобалистами, здесь на самом деле можно не говорить о восходе солнца. Это понятно всем. Во всяком случае, на уровне ощущений, на уровне подкорки, мне кажется, и я думаю, что я не одинок в своем представлении, людей глобализация беспокоит с той точки зрения, что некие внешние силы, используя новейшие технологии, а эти технологии все развиваются и развиваются, лишают обычного человека, гражданина, его частного пространства, влияют на него таким образом, что моделируют его поведение. Это все правильно. Все, что говорить, я со всем согласен. Так смотрите, но тогда дальше. Нет, давайте на этом пока остановимся. Я сейчас парочку замечаний сделаю. Хорошо, я только одну фразу скажу. Если сегодняшний уровень технологического развития, мы еще не говорили об экономике, о финансах, я бы тоже хотел пару слов по этому поводу, скажите, у вас вернее спросить. Если современный уровень развития технологии позволяет контролировать человека в глобальном масштабе и в глобальном смысле, вплоть до его реакции по типу собаки Павлова, и позволяет манипулировать им вне его воли, ну, наверное, это такая глобализация, это тоже проявление глобализации, и это то, что страшит. А это вас может страшить, может не страшить, но на глобализацию это никак не влияет. Вот в чем дело, это ваш выбор. Вы можете бояться, можете не бояться. Значит, относительно... Значит, мой выбор, или я пользуюсь этими благами, или не пользуюсь. Это ваш выбор. То есть, я могу уйти в пещеру? А вы можете уйти в пещеру? Вы можете уйти в пещеру? Это напомнит тот знаменитый разговор, дискуссию между Вольтером и Руссо. Когда Вольтер слушал Руссо и говорит, Руссо предлагает научно-технический прогресс остановить и назад в природу, и так далее. Вольтер говорит, когда я его слушаю, мне хочется встать на четвереньке и побежать в лес. Понимаете, да, конечно, так можно, но это не спасение, это не решение проблемы. Ну, так выбор-то, который нам дают, либо мы следуем вот этим канонам глобализации, подчиняемся всем этим, либо нам говорят, ну, идите в пещеру. Нет-нет-нет, это упрощенно слишком. Во-первых, что касается антиглобалистов? Чтобы было правильно понято, моя, по крайней мере, точка зрения заключается в том, что антиглобалисты — это достаточно серьезное движение. Это серьезное явление, которое нельзя вот так сказать, что там они выступают против того, что объективно существует. Если вы внимательно посмотрите, какие они тезисы выдвигают, что они конкретно заявляют, цели и задачи, то вы и поймете более детально, что такое глобализация, так как я говорю о том, что это глобальные процессы, которые идут на планете. Причем глобализация, тут очень важный момент, сейчас все еще раз уточним. Глобализация — это один из глобальных процессов, потому что глобальные процессы, процессы, идущие в планетарном масштабе, это и атмосферные глобальные процессы, это и гидросферные, это и литосферные процессы. А глобализация — это такие же процессы глобального масштаба с участием человека. С участием человека они стали возможны только после великих географических открытий. До этого глобализации не было. А когда начались великие географические открытия, началась географическая глобализация, началась сразу экономическая, политическая сфера, и она нарастает, нарастает. Одно дело, что было там полтора, половину миллиарда человек, когда начиналась она, а в 20-й век вступили 1,8 миллиарда человек. Это одно дело. А другое дело, когда за 20-й век добавилось с 1,8 до 6 миллиардов человек на планете. А уже в нашем веке добавилось еще полтора миллиарда. Сейчас 7,5 миллиарда живет человек на Земле. Это меняет дело? Принципиально меняет дело. Принципиально. И римский клуб это почувствовал. Первый доклад римскому клубу «Пределы роста». Потому и нашумел, что пределы-то роста существуют. Ну хорошо. Так вот, антиглобалисты. Если вы внимательно посмотрите на то, что они выступают, они выступают против несправедливых общественных отношений в мире. Они выступают против загрязнения окружающей среды, там, где ее можно не загрязнять. Очистные сооружения и так далее. Они выступают против ядерной энергетики, которая опасна и так далее. Ведь зеленых началось в Европе, потом по всему миру, которые выступали сначала за охрану окружающей среды. А потом это распространилось, и они стали уже в Сиэтле, уже с конца 20-го века, они уже пошли, так сказать, широко по миру. Но за ними закрепился термин «антиглобалисты», так же, как за громоотводом громоотвод закрепился. Их, если переосмыслить, это протестные движения, которые к глобализации имеют отношение косвенное. А мы в буквальном смысле их понимаем, что они против глобализации. Глобализация – это объективный исторический процесс. Вы можете быть за, против, он будет протекать. Поэтому, когда вы говорите еще один момент об управлении, вот сейчас, все, что вы говорили относительно чипа и все остальное, там заклеивают телефоны, все это правильно. Я вам должен вернуться... Это неправильно, так не должно быть. Нет, 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 объективная реальность почему не должно быть. Ну, мало что вам не нравится. Это вам не нравится? Мне не нравится, что ветер дует, понимаете, сильный. А он дует, потому что так сегодня. Значит, что я могу сделать? Или укрыться от этого ветра, или использовать этот ветер в мельницу поставить, или еще что-нибудь, еще и на пользу еще, себе паруса поднять, и бензин не тратить, так сказать, или керосин там, понимаете. Это вопрос другой. Как я буду реагировать на эти объективные процессы? Как на восход солнца и так далее. Так вот, когда вы говорите об управлении, и приводили примеры, я вам должен сказать, что вот в этой аудитории, где мы с вами вдвоем, вот вам система, она несложная, отношение двух людей. Если оставим аудиторию, вы управляете, вы ведущие этой программы, вы задаете время, вы диктуете тему, вы управляете в данном случае, вы ведете цель, я ведомый, я отвечаю на ваши вопросы. Вот эта система несложная. Также несложная система, когда расширится аудитория. И она может расширяться до государства, и государства, как мы видим, худо ли, бедно, все национальные государства управляются. Одни лучше, другие хуже. Но мы с вами уже говорили о том, что уже Европейский Союз, а других союзов там практически мы не видим сегодня в мире, уже наталкиваются на какие-то преграды. Система слишком сложной становится. И в этой связи, когда вы говорите об автомобилях, которые управляются, это ведь программу человек задает. Это же не сам автомобиль себе придумал программу. Человек заранее задает. Это несложная система. По сравнению с тем, что является собой общественная система, ведь здесь запрограммировано все. А человек не запрограммирован, даже отдельный. У него есть эмоции, у него есть креатив, у него есть эврика и так далее. И поэтому один только человек, а когда их несколько, а когда это коллектив, а когда это государство, увеличивается многократно. По экспоненте растет сложность. И вот мы видим, что общественные системы дальше национальных государств не идут. Кстати, в этой связи очень важный вопрос. Что будет с национальными государствами в условиях глобализации? Вот позвольте здесь уточним. И вот я хочу, нет, я закончу мысль таким образом. Что вот мы доходим с вами до национальных государств, мы в лучшем случае выходим на уровень Евросоюза, как один из примеров, и все. А у нас уже мир глобальный, мир целостный. Мы с вами в любой момент можем оказаться сейчас в любой точке планеты, визуально выйти на диалог с теми, кто на южном полюсе, на северном полюсе, пообщаться с белыми медведями, с пингвинами. С кем хотите, мы можем сейчас общаться, не выходя из этой аудитории. А если заходим, нам часы понадобятся, чтобы оказаться там же, на том конце. Это было абсолютно невозможно еще, даже полвека тому назад, а век тем более. Мы должны принимать этого внимания. Должны. Мир целостный стал, структурно взаимосвязанный, но неуправляемый. И в этом опасность. В этом опасность сегодня ситуация, в которой мы живем, потому что мы накопили и возможности уничтожения самих себя. После 1945 года человечество стало смертным. То есть оно может себя просто уничтожить, чего раньше не было, такой возможности. То, что мы вышли в космос сегодня, то, что мы создали те технологии, которые информационно-технологическая революция нам дает, делает нас принципиально отличными от того мира, в котором даже жили наши родители. Не говоря уже, вот наши дети живут в другом мире. Александр Николаевич, извините великодушно, я вынужден вас перебить как раз как ведущий. Да, вы ведете, конечно, да. Это все понятно, вы понимаете, но вот мне кажется, что есть некоторые внутренние противоречия в тех рассуждениях, в тех доводах, которые вы привели. Получается, что мир, вот вы говорите, мир-то глобальный, но неуправляемый. Это факт. Не поддается. Так глобализация невозможна? Нет, глобализация другое. Глобализация это процесс. Это глобализация становления, смотрите, я еще такое-то говорю. Глобализация становления целостных структур, связей, отношений в планетарном масштабе. Ну да. Касательно всех сфер общественной жизни. Сегодня всех сфер, поэтому сегодня глобализацию я, например, именую многоаспектной. Практически все аспекты общественной жизни включены в процесс вот этих взаимодействий, взаимоотношений. Мы сегодня заходим в магазин и видим там фрукты из Австралии, из Новой Зеландии, из Африки, там всюду. Мы сегодня смотрим фильмы, мы сегодня потребляем многое и духовное, и материальное со всего света. И сегодня Китай заполонил, скажем, своими товарами весь мир. Это есть все глобализация. Какая? Экономическая, культурная, она тянет за собой политическую и многое другое. Это объективные процессы. Они не зависят от воли и желания. Так существует политическая глобализация, если она тянет? Ну а как же политическая глобализация началась с Тердосельярского договора, который был заключен через два года после того, когда Коломб открыл Америку. Сейчас она в чем выражается? Она выражается, она выразилась в пик своей Первой и Второй мировой войны. Это как раз ярчайший пример политической глобализации. Знаменитый Клаузовиц сказал, что война есть политика продолжения иными средствами. Когда вы не сумели договориться, вы включили свою мощь. И это глобализация. Послушайте, это не глобализация. Это война. Это война. Но война, втянувшая в себя по существу всю планету. Потому что хотя и воевали Англия, Франция, Германия, но их колонии косвенно были задействованы. Мало того, что солдаты и так далее, тут были продукты, ресурсы и так далее. Война была Первая мировая. И Вторая мировая война, это по существу продолжение Первой войны. Это глобальная война, которая по существу и есть решение политических вопросов иными средствами. Не просто дипломатическими, а уже военными. И поэтому, что же вы так удивляетесь? Это и есть как раз пик политической глобализации на то время. Сегодня политическая глобализация, она, пожалуйста, представлена в Организации Объединенных Наций. Она представлена той системой международных договоров, всего международного права, который сегодня существует. Но, заметьте, что управление вне правовое, не существует управление. Там культ силы. Там, когда нет права, это война всех против всех. Но для того, чтобы, мы возвращаемся снова к мировому правительству, для того, чтобы мировое правительство могло возникнуть, если уж на то дело пошло, должно как минимум быть глобальное право, а не международное. Это разные вещи. Потому что международное право, это между двумя-тремя странами, вот вам международное право. Половина человечества включилась в какой-то договор, там, например, ну, Киотский протокол. Вот вам право международное. Но это не глобально. Глобальное право, это такое право, в котором будут участвовать все субъекты международных отношений. Это все равно, что, представьте себе, в России, например, какая-то область, ну, условно говоря, Красноярская, там, или, условно говоря, там, Мурманская, не участвует вот в этих договорах и не подчиняется ни Конституции, ни во всем. Еще какая-нибудь там одна другая область. Ну, мы, по-моему, такие примеры знаем на территории России. Ну, давайте мы сейчас будем ловить не слова мои, а мысли. А мысль заключается вот в чем. До тех пор, пока не будет установлено глобальное право, о глобальном правительстве разговор пустой. Кем оно может быть установлено? Но, подождите, ну, я говорю теоретически пока. Но право, право, это не просто принять законы. Такой закон можно принять в Организации Объединенных Наций. Необходим механизм реализации его со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что, в отличие от морали, где, как Кот Леопольд говорит, ребята, давайте жить дружно. Понимаете, право говорит, ты обязан это делать, но если ты это не будешь делать, поставят такие-то санкции. Поэтому я должен заметить, что к глобальному праву нужна еще и глобальная мораль и глобальная этика. Потому что право без морали – это сабля, которая сечет направо-налево. А мораль без права – это, ребята, давайте жить дружно. А не хочу жить дружно, я не буду. Поэтому, если мы опять на глобальный уровень выйдем, а у нас разговор о глобализации, о глобальном мире, о глобальном правительстве, мы должны понимать, что до тех пор, пока мы не продумаем, как это у нас будет работать, будет ли, как оно будет работать, мировая этика и мировая мораль, и мировое, то есть глобальное право, только тогда разговор о глобальном правительстве будет носить серьезный характер. А не просто вот так, знаете, страшилка какая-то. Поэтому мы в научном сообществе сейчас, эта проблема очень серьезная, и на теоретических конференциях, и на наших мероприятиях научных, мы обсуждаем эти вопросы, как это возможно, потому что дальше мы уходим на уровень культурного и цивилизационного взаимодействия между людьми. Я все-таки пытаюсь понять, вы хотите добиться такой возможности, или вы против такой возможности? Видите ли, в науке нет такой парадигмы, о которой говорите вы сейчас, хочу или не хочу. Хотеть не вредно, как говорят, понимаете? Есть реальность, и ученые осмысливают ее. Философы выходят за рамки тех возможностей, которые представляет сегодня наука, и могут позволить себе некие конструкции, которые могут показаться совсем-совсем не вписывающиеся в современные представления. Я сформулирую вопрос по-другому. Вот ваши многочисленные дискуссии, обсуждения вот этой проблемы глобализации, они вас и ваших коллег приводят к выводу, что в пределе глобализация, предполагающая наличие или внедрение, если угодно, единого для всей планеты права, единой для всей планеты экономической структуры. Это возможно и желательно? Или это невозможно и нежелательно? Или это возможно, но нежелательно? Я не сказал насчет экономической структуры, это вы добавили. Я говорил о глобальном праве, глобальной морали. Но через то, что глобализация всеобъемлющая, на все сферы воздействует. Но, 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 но. Это более тонкие вопросы. Они, конечно, для широкой аудитории очень быстро, зато короткое время не могут быть раскрыты. Но очень важный момент заключается в том, что глобализация, становление целостных структур, связи и отношений в планетарном масштабе закончилась только по одному параметру, по географическому параметру. Когда в 57-м году запустили спутник, в 61-м году Гагарин, потом вышли в космос, и теперь, когда наша планета буквально вот так, как на ладони, мониторится в режиме реального времени, глобализация, открытие новых территорий и так далее закончилась. Территория, если где-то какой-то остров уйдет под воду завтра в результате землетрясения, или наоборот появится какой-то в океане остров, буквально в одночасье это все станет понятно. Вот. А что касательно других параметров общественной жизни, глобализация вот такого окончательного завершения, в буквальном смысле этого слова, замкнуться, что называется, может только условно. Вот, например, в информационном отношении она практически замкнулась. Сегодня в интернете есть все помимо границ. Сегодня практически невозможно удержать информацию, как бы она мне не нравилась, или какому-то правителю, или еще какой-то структуре, даже в Северной Корее там, все равно информация просачивается туда, оттуда. Вот информационная сфера, но она, тем не менее, не может считаться так же законченной. Если говорить об экономике, тем более о политике, о культуре и так далее, здесь, конечно, глобализация будет идти по симптоте. То есть приближаться, но закончиться она не сможет по одной причине. Потому что мы должны дальше говорить с вами о культурном цивилизационном контексте. Мы же с вами носители культуры. Вы и я говорим на одном языке. Это важный элемент принадлежности к культуре русской. Но дальше мы с вами не выясняли такие отношения. Каких традиций придерживаясь вы, каких я, я не знаю. Но догадываюсь, мы с вами в одной культуре живем примерно. А каких религиозных представлений или, скажем, верований, шире возьмем, не обязательно религиозных, вы и каких я, мы с вами еще не уточняли. И может статься так, что я верующий, а в это ист или наоборот. И причем я в одну религию, вы в другую. Это означает, что в культурном отношении мы с вами уникальны. Там каждый из нас. А если мы возьмем культурном отношении, возьмем, например, Татарстан, республику. А если возьмем Россию. А если возьмем теперь Европу и так далее. Мы увидим, что в культурном отношении мы есть, были, есть и будем всегда разными. А следовательно, тогда и экономические отношения, и политические мы никогда не приведем к общему знаменателю. Это означает, что глобализация нисколько не устраняет и не нивелирует культуры, как некоторые говорят. Она просто их ставит в новые условия, взаимосвязи, отношения. Но это был бы другой разговор, потому что тут вопрос цивилизации надо еще употреблять. Вы знаете, тут разговор-то достаточно простой, опять же, если переводить на, скажем так, бытовой или близкий к тому уровень. Вы говорите, что стирание культур невозможно. На практике мы наблюдаем не только сближение и переплетение культур, но и, например, доминирование так называемой голливудской культуры. Культуры попкорна. Массовая культура. Да, и таким образом мы видим, что полвека назад или 60 лет назад поведение, культурные коды какие-то, традиции были одни. А в результате экспансии, назовем это так, американской субкультуры или американской поп-культуры во многих странах это просто стерлось. И все большее количество людей теряет вот это вот откуда-то оттуда, да, поколенческое заложенные традиции. Ну, шире говоря, или там обобщая, культурные коды. Я понимаю вас, но вы не можете... И, кстати, позвольте я закончу. Вот вы упомянули, да, некоторое время назад, что антиглобалисты, которых в обиходе называют антиглобалистами, они выступают, помимо прочего, против плохих общественных отношений. А скажите, пожалуйста, они выступают за сохранение национальных государств или нет? Не, ну, видите ли, там слишком много течений, много разных взглядов, поэтому о них вообще в целом говорить можно только с точки зрения направленности движения. Это протестные движения. А протесты там будут и такие, которые... Нет, ну, есть в числе протестов вот эта позиция, что мы против стирания границ национальных государств. Вы найдете и у антиглобалистов, и у тех, кто поддержит глобализацию, таких взглядов, сколько хотите. Вы хотите сказать, это характерно для них или нет? Да, конечно. Вот это вот. Конечно, естественно. Характерно или нет? Видите ли, нет, скорее всего, не характерно, потому что это вопрос не такой простой. Национальные границы на сегодняшний день, они отражают те реалии, в которых мир существует. Сегодня национальные границы вот так просто взять, убрать вы не сможете убрать. По той причине, что Европа, которая пошла по пути объединения, она натолкнулась на те препятствия, с которыми она столкнулась сейчас с точки зрения эмиграции, когда в Европу хлынули потоки людей, в культурном отношении разные, что естественно, но в цивилизационном отношении, с точки зрения признания норм, права, морали, с точки зрения признания прав человека, с точки зрения вообще признания права, они в другом измерении находятся. И когда их был небольшой процент, это еще каким-то образом как-то так более-менее сглаживалось, нивелировалось, когда их перевалил за миллион, и когда они приехали не просто в поисках работы, а просто в поисках безопасного места проживания, мы получили, Европа получила то, что получила. И это, между прочим, далеко не только европейская ситуация, это, пожалуйста, в Америке сегодня, то, что мы увидели с выбором нового президента, это как раз есть реакция на подобного рода явления. Брексит, то есть выход Англии из Европейского Союза, это звенья одной цепи. То, что сегодня во Франции происходит, это тоже, это новая реальность. И вы не хотите на это никак реагировать, вы хотите сохранить национальные границы, вы хотите сохранить культуру, как она была. Брексит как раз попытка абстрагироваться, отделиться от Евросоюза, то есть сохранить свое. Совершенно верно. Это как раз попытка бежать семимильными шагами вперед, не решая другие вопросы. В какой же вперед? Они к традиции возвращаются? Я вам скажу на это вот что. В сложной системе, когда она работает, все элементы выполняют свои определенные функции. Вы хотите улучшить работу одного элемента, и вы берете и улучшаете работу одного элемента. Если вы не подумаете о всей системе в целом, может случиться так, что система заработает еще лучше. Но может случиться и наоборот. Улучшив работу элемента одного, вы ухудшите работу других, и вся система заработает еще хуже. Вот в этом отношении мне представляется тысячелетний опыт Китая и вообще китайского руководства, мудрое руководство, между прочим, ведет дело таким образом, что степ-бай-степ, шаг за шагом, не спеша, продвигаются вперед, учитывая глобализацию. А теперь посмотрите, что говорит Си Цзиньпинь сейчас на Довозском форуме. Так это был первый глобалист в мире. Это он теперь стал говорить языком либерально-демократическим. Он говорит об открытости мира, он говорит об открытости экономики, он говорит о единстве мира, глобусе и так далее. Александр Николаевич, почему он об этом говорит? А потому, что Китай, Китай, в отличие от наших многих досужих разговоров относительно мирового правительства, относительно глобализации, антиглобалистов, которые кто-то извлекает, кто-то там... Ну да, 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 ну что Китай? Они ловят ветер объективных процессов в свои паруса. Они выстраивают свои паруса и направляют их таким образом, когда вот эти глобальные процессы не игнорируются, а учитываются. Это очень важно. И они в данном случае, на мой взгляд, очень большое внимание уделяют России тому, какой путь мы прошли после 91-го года, с тем, чтобы не сделать, как они считают, тех ошибок, которые сделали мы, слишком быстро продвигаясь по пути рыночных реформ. Мы действительно взяли такой быстрый темп, особенно в 90-е годы. Ну мы знаем, какую цену нам за это пришлось застрять. Александр Николаевич, я понимаю про Россию немножко, да? А можно я предложу свою версию причин высказывания товарища Си Цзиньпини? Да, конечно. Так вот он, с моей точки зрения, тут немножко все проще, может быть я чересчур упрощаю, но с моей точки зрения он заговорил как ярый глобалист по одной простой причине. 95% экспорта Китая, это экспорт в США. И когда Трамп, пришедший на пост президента в США, заговорил о том, что Китай манипулирует национальной валютой, что надо поставить таможенные барьеры, китайское руководство почувствовало угрозу своим экономическим интересам. Это элементарно. И поэтому он заговорил, как такой ярый глобалист и ярый либерал. Если вектор изменится и допустим Европейский Союз займет в экспорте Китая не сегодняшние, там как говорится 10 или 8%, а 45%, я думаю он тоже самое будет говорить про Европу. Ну давайте я немножко дополнение сделаю, потому что вы сказали. Вы свели к китайско-американским отношениям, даже к китайско-соединенных штатам. Ну да, да. Потому что Америка это не только Китай, не только США. Так это не совсем правильно. Посмотрите, какая роль Китая сегодня в Африке. Посмотрите, что они делают сегодня в Южной Америке, по всему миру и в Европе то же самое. А что они делают? Да идет экспансия экономическая, и культурная, и политическая. Китай повсюду делает одно и то же. Экономическими, политическими способами. Обеспечивает себе рынки сырья, рынки сбыта. Совершенно верно. То есть, ближайние с Российской Федерацией идет в том же самом русле. Мы обеспечиваем трубу, мы обеспечиваем им лес, мы обеспечиваем аренду. Это галимая экономическая. Причем здесь глобализация? Они работают в своих национальных интересах, а попробуйте зайти в Китай и там что-то сделать. Да вы туда не пойдете, там вам места не осталось. А вот и все, вот и ответ. Вот и вся глобализация. Нет, не вся. Применительно к Китаю. Нет, далеко не вся. Это как раз использование объективных процессов, которые делают действительно мир открытым экономически. Потому что транснациональные корпорации, которые возникли еще с первыми этапами освоения нового света. Это остынские, вестынские компании, которые создавались. Это прообразы транснациональных корпораций. А сегодня транснациональные корпорации это мощные субъекты международных отношений. Наряду с национальными странами, многие из них поболее влиятельные, чем некоторые национальные государства. Так что со всем этим надо считаться. И поэтому, когда мы, коль скоро упомянули Си Цзиньпиня, при чем здесь глобализация, вы в Китае... Применительно к Китаю, я имею в виду. Да нет. Глобализацию можно применять, применительно Китай, к Иркутской области можно применить, можно к отдельному городу, Казани применить. Ну что от этого... Если вы хотите на мир смотреть с точки зрения глобализации, его нужно видеть целостным, комплексным, взаимодействующим по всем параметрам общественной жизни. И тогда, с этой точки зрения, будете видеть и свою роль. Свою роль России ли, республики ли, Татарстан ли, города ли, Казани, Москвы ли, Питера и так далее. Тогда у вас будет целостный подход. А не будет так, знаете, вырвали из контекста, а контекст остался в стороне. Ну и как в той притче. Гладко было на бумаге, забыли про овраги. Абсолютно верно. Вот, поэтому, если мы уж, чтобы закончить с Китаем, я считаю, что... Да, надо с ним, да, закончиться. Ну, нет, мы с ним не закончим, он сам постучит в дверь. Потому что это единый путь, единый пояс, единый путь, это великий шелкий путь возрождения. И много что другое они делают. Это как раз то, что дает им современная ситуация. Как они понимают глобализацию, против которой они не выступают. Там никаких антиглобалистских настроений нет. Ну и называть глобалистами, это... Нет, глобалистами называть, понимаете. Ну, я еще раз повторяю, можно, но с терминологией надо быть аккуратнее. Я тут уже говорил о громоотводе, о восходе, заходе, солнце. Нет, 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 это, знаете, да-да-да, но нужно определить значение слов, чтобы избавить человека от половины заблуждения. Это было сказано давно уже, не нами, Декартам. И вот нам это очень важно. Слова в немалой степени, наполняемые соответствующим смыслом, управляют нами. Больше того, некоторые говорят, что вообще вначале было слово. Я думаю, что так оно и было. Так оно и было. Наше время подходит к концу. И у меня один последний, наверное, вопрос. Чтобы уж покончить вообще с этой глобализацией. Нет, мы с ней не покончим. С нашим разговором сегодня. Или с нашим разговором, Вадим, да. Как вы оцениваете с плюсом или с минусом очевидные процессы глобализации в финансовой сфере? Я поясню, что я имею в виду. Ну, наверное, для всех очевидно, что последние 20-25 лет в сфере экономики каким-то чудесным образом стал доминировать международный финансовый капитал. И он-то уж точно не знает границ. Вот это уж точно проявление глобализации в чистом виде. Сто процентов согласен. Это плюс или минус? Я бы сказал так. Это не плюс и не минус. С какой стороны смотреть? Я, по счастью, так сказать, мне, считаю, повезло. Проработав 28 лет почти в юридической академии перед университетом, я по-другому стал смотреть направо. А 9 лет заведуя кафедрой философии в финансовом университете Московской, при правительстве которой Российской Федерации. По-другому стал смотреть на финансы. Вы знаете, да. Потому что там есть великолепные специалисты, в частности Красавина Лидия Николаевна, один из лучших специалистов в журнале «Век глобализации», который, кстати, я редактирую, ее несколько статей были. Они вызвали буквально шквал интереса и так далее. Вот я сошлюсь на специалистов в области финансов. Значит, здесь есть проблема очень большая, заключающаяся в том, что экономика объективно становится глобальной. И, скажем так, и глобальной. Вот это будет правильно. Потому что если мы, скажем, глобальной, то нет экономики российской, нет китайской. Ну да, не вовлеченных. Да. То есть она и национальная, и они же элементы, структурные элементы глобальной экономики. Что такое финансы? Финансы — это кровь экономики. Финансы сегодня распределены по странам. Вот то, о чем мы только что с вами до этого говорили. Существуют национальные государства, существует мировая система как целостная. И в национальных государствах управление имеет место быть. И, кстати, финансы — это важнейший рычаг экономического управления. Плевание финансово в одну или в другую сферу предопределяет развитие или недоразвитие и так далее. А на мировом уровне мы не видим управления. И на мировом уровне мы имеем дело с финансами национальными. И так получилось после Бреттон-Вудских соглашений, что доллар стал мировой валютой, потому что в глобальном мире целостной системе необходимы вот эти унифицирующие решения, как, например, в области финансов, в области языка. Это же не потому, что американцы хорошие или плохие. Это мы бы ушли немножко в другую сторону. Но английский язык, как к нему не относись, он объективно выполняет роль коммуникации. В общем-то? Да потому что в Советском Союзе русский эту функцию выполнял. Можно было быть узбеком, можно было быть латышом или кем-то. Но без знания русского языка... Это следствие. А причина-то в чем? Причина как раз в этих глобальных процессах. Потому что когда я еду в Китай, я не знаю китайского языка, а русский язык там теперь не тот популярный, который он был в 50-60-е годы, то мне приходится с ними общаться на одном языке. Я в университете учил немецкий язык, но мне пришлось переучиться на английский, потому что со своим немецким языком, кроме Австрии и Германии, я больше общаться не могу. А приезжаю я в Иран, приезжаю я в Турцию, приезжаю я в Китай. На каком языке мне говорить? Александр Николаевич, мы с вами от финансов улетели в язык. Возвращаемся к финансам. В финансах ситуация такая, что мировая валюта сегодня отсутствует, которая была бы для всех однако. И главное, что такое финансы. Финансы ведь это же живой организм, если можно так выразиться. Ну кровь вы сказали, да. Ну не просто кровь. Там ведь эти ставки, рефинансирование и прочее, все регулирование. И они находятся сегодня в Америке. И это отдельный разговор, почему так сложилось. Вопрос стоит сегодня, я возвращаюсь к специалистам, говорю о том, чтобы была какая-то единая мировая валюта. Она объективно необходима. И это правильно. Однако, в отсутствии управляющей структуры, вот то, о чем мы говорили, мировое правительство, ну давайте так вот теоретически возьмем, что в отсутствии такой вот структуры управления и мировой валютой получить быть не может. Потому что тогда может быть путь. Вот здесь я не силен. И сейчас финансисты тоже это так еще не серьезно. Это вот биткоины, которые, электроны. Сможет ли вот этот инструмент финансовый заменить? Это большой вопрос. Но то, что объективная потребность в этом есть, факт. То, что американцы извлекают максимальную выгоду, как никто другой, из того, что их валюта, это абсолютно... Она выполняет функцию всемирных денег отчасти. За неимением лучшего. Это плохо. Знаете, как в свое время Черчилль сказал относительно капиталистической системы, что это плохая система. Может быть, наихудшая, за исключением всех остальных. О демократии. Ну, вот говорите о капитализме, говорите о чем хотите применительно. То есть, если вам не нравится что-то, если вам что-то не нравится, самый худший способ справиться с этим, это бороться с этим непосредственно напрямую. Лучший способ, это построить новую реальность, которая сделает прежнюю реальность отжившей, устаревшей, вышедшей из моды. Вот сумейте построить что-нибудь, создать что-нибудь такое, что сделает существующую систему устаревшей. А в лоб бороться, непосредственно преодолевать, худший способ. И вряд ли получится, потому что разрушить вы сможете. Но что на место этого? Вот вопрос всегда возникает. Понимаете? Потому что, когда лезешь на дерево, думай, как будешь слезать. Поэтому, когда предлагают разрушить эту финансовую систему сейчас, то что вы предлагаете? Когда предлагают убрать Организацию Объединенных Наций, потому что она, видите ли, не справляется с теми задачами, которые сегодня перед миром стоят. А она была создана для регулирования общественных отношений. Она же сегодня инструмент управления. Это более сложные функции выполнять. Все-таки не регулирование, а управление. Да, мы возвращаемся к началу разговора. Сегодня необходимо. Регулирования недостаточно уже. Система требует управления. Мы снова выходим на философскую задачу, потому что наука не дает сегодня решение. Сегодня нет программ, которые бы давали вам путь решения этих проблем. Попытка даже внедрить так называемое устойчивое развитие, концепцию устойчивого развития в Рио-де-Жанейро, потом в Йоханнесбурге, показывает, что слишком сложная система. Она уже не поддается управлению. Можно я один маленький короткий пример, чтобы было понятно, что я хотел сказать? Вот смотрите, когда мы хотим провести парад на Красной площади, и у нас синоптики говорят, ливни предполагаются в этот день. Мы можем позволить себе затратить определенные средства и на 3 или 4 часа сделать над Красной площадью солнечную погоду. Значит, это нам под силу. Все-таки. Сегодня мы... Значит, значит ли это, что мы управляем атмосферными процессами? Значит, 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 значит это управляем в течение 3 часов на определенной территории. Надо определенной... Управляем. А возникает вопрос, а если мы находим над всей Москвой? Ну, в принципе, может быть и да. Тогда нужен бюджет всей страны. А теперь всеми атмосферными процессами? И тогда возникает 100% нет. И тогда возникает вопрос. Вот на этих уровнях мы управляем, дальше с трудом, а там точно нет. Где граница? Вот я подвел сейчас к тому, о чем, собственно, пытался всю нашу передачу вам сказать. Вы управляете нашим процессом? Вы сейчас можете прекратить, и вы это сделаете в нашем разговоре. Ну, я не такой невежливый. Точно так же управляет ректор и ученый совет университетом. Точно так же правительство Татарстаном управляет. Точно так же правительство страны. Там кому нравится, кому нравится, управляет страной. Так же, как и в других странах. А вот уже Евросоюз с трудом. А дальше атмосфера всей планеты. Вот куда мы приходим. Это проблемы, понимаете? Поэтому разговоры о мировом правительстве и вот то, о чем мы с всего начали, они требуют более внимательного подхода. И тогда мы будем, знаете, ну, критичнее относиться, может, к тому, что говорим. Я в данном случае не хотел бы, чтобы мои слова воспринимались как истинно в последней инстанции. Это рассуждение, это попытка посмотреть на те же самые проблемы и с другой стороны. Не с другой, а и с другой. Не отвергая, не откладывая то, что говорите вы в сторону. Но посмотреть и с другой стороны. Потому что в лоб решения не получается. Простите, я еще один последний, может быть, пример приведу. Давайте. Да, давайте. Давайте. Я вам задам вопрос. Скажите, что вперед появилось? Яйцо или курица? Ну, понятно, в спорту по голову, со строголовыми и так далее. Как вы считаете, есть ответ на этот вопрос? Ну, я думаю, что нет. Вот так, прекрасно. Послушайте меня две минуты буквально. Совершенно верно. Вот так в лоб, что вперед яйцо или курица, мы ставим человека в тупик. А я вам должен сказать, вот если посмотрите на вопрос по-другому, проблемы никакой нет. Яйцо, конечно. Нет, послушайте, послушайте. Вопрос нужно препарировать. Его нужно разложить на три части. То есть, задаем вопрос, что вперед, яйцо или курица? В таком буквальном смысле этого слова ответ абсолютно однозначный. Яйцо. Почему? Потому что яйцо, когда ты спрашиваешь, яйцо или курица, ты имеешь в виду яйцо. Яйцо – это некий предмет, который дали по тексту. Тогда под яйцом мы понимаем не только яйцо курицы, яйцо гуся, яйцо крокодила, яйцо динозавра. И я бы сказал, и икра, рыбья – тоже яйцо. Ну, конечно. Тогда яйцо вперед, чем курица. Потому что курей тогда не было, когда были динозавры. А тогда возникает вопрос. Да нет, говорит человек. Я спрашиваю, а что вперед, яйцо или курица? Куриное яйцо или курица? И здесь тогда ответ другой. Ничто не вперед, ничто не позже. Если понимать, как курица – результат эволюции динозавра, то тогда динозавр, который был прародительницей курицы, нес динозавровые яйца. А эволюционируя в сторону курицы, он нес все время яйца, такие же все более приближающиеся к куриному. И когда динозавр становился все больше курицы, яйцо становилось динозавра куриным. И теперь, когда курица уже сегодня мы берем в чистом виде, она несет яйца куриные. Поэтому что вперед, яйцо или курица? Некорректный вопрос. Они одновременно эволюционировали, и ничто не вперед, ничто не позже. Но вы можете и третий аспект сказать. Подождите, я если возьму вот эту конкретную курицу и вот это конкретное яйцо, вот здесь конкретный ответ. Вот этому конкретному яйцу предшествовала абсолютно конкретная курица. А вот этой конкретной курице предшествовала абсолютно конкретное яйцо. вот у ее скорлупа. И вот когда вы препарировали вопрос на три составляющие, у вас нет проблемы, что вперед, яйцо или курица. Поэтому мы, когда с вами говорили о глобализации, это то же самое. Если мы возьмем глобализацию в лоб и будем рассматривать вот так, как мы ее пытались рассматривать, у нас не будет решения. И мы скажем это для тупоголовых, для яйцоголовых. А когда мы препарировали, сейчас вопрос, за две минуты я вам показал, проблем это оказывается нет. Я это написал. Как же это нет? Нет проблемы. Яйцо или курица? Нет проблемы. Нет, глобализация это благо или зло? Нет, нет, подождите. По поводу яйца и курицы паяться? Нет, с яйцом давно понятно. Глобализация прекрасный вопрос, благо или зло. Я вам скажу и благо, и зло. Вот так. Конечно. Это философский ответ, не всякого сомнения. Нет, нет, нет. Зло потому, что глобальные проблемы современности есть порождение глобализации. Это и глобальная экологическая ситуация, и глобальное потребление ресурсов, и демографическая проблема, многое-многое. Это, конечно, негативные аспекты. А та же массовая культура. Вы представьте себе сейчас массовой культуры не только в духовном, но и в материальном отношении нет. Вы приходите к себе на кухню, и у вас на кухне будут не тефалевские сковородки и всякие, а будет железная чугунная сковородка и алюминиевая кастрюля будет. Все, что у вас будет там. Потому что вы пользуетесь техникой, зайдите себе на кухню. Половина мира, Китай, Франция, Германия и так далее. А на каких автомобилях мы ездим? А на каких самолетах мы летаем? Это все массовая культура. Понимаете, если мы считаем это не благо, если мы считаем, что телефон, если мы считаем, что те возможности общения со всем миром и потребления продуктов всего мира, и духовные, и материальные, это только негативно, здесь блага нет, в таком случае я думаю, что я с вами не соглашусь. Значит, у глобализации много позитивного. Глобализация дает мне возможность в любой момент сейчас получить информацию с любой точки планеты. Глобализация дает мне возможность пользоваться достижениями человечества, так как я без нее бы этим не пользовался. Это разве не благо? Это благо. Но есть, есть оборотная сторона. Поэтому так в лоб непосредственно да или нет, ответа нет. Как смотреть? Поэтому, говоря о глобализации, еще раз повторяю, не должно быть предустановки, что это плохо, что это вот, видите ли, кто-то пожинает плоды, там американцы больше, там или китайцы, или кто-то. Кто мешает вам? Есть золотой миллиард, и есть 8 миллиард. Золотой миллиард это другое. Минуточку, это тоже следствие глобализации. И есть 3 миллиарда, которые живут на 1 доллар в день и гибнут сотнями тысяч каждый день в тех же странах Африки. Вот это тоже плод глобализации. Если мне предложат выбирать этой ручкой или писать карандашом, но чтобы при этом эти люди выжили, я предпочту отказаться вот от этого плода глобализации, от этого плода массовой культуры. Ну, мы возвращаемся тогда к тому разговору, который был между Вольтером и Руссо. Я должен сказать вам, вам придется стать на четвереньке и побежать в лес. Да не надо становиться на четвереньке. Вы не остановите прогресс. Существует такое понятие, общепризнанное, в том числе и экономистами, и социологами, как избыточное потребление, как потребление, которое искусственно навязывается нам, без которого можно обойтись. И это тоже следствие глобализации. Да, но глобализация в этом не виновата. Да? Ну, не глобализация, люди в этом виноваты. Глобалисты. Ну, что вы. Речь идет о том, это одна из величайших проблем сегодня неравенства, причем неравенства не только между золотым миллиардом, который рассредоточен по всей планете. Ну, 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 насчет того, что он рассредоточен, я бы так поколебался. Элиты в слаборазвитых странах живут получше, чем некоторые король Брунея, например, или султан Брунея живет. Ну, если так брать, на двух, трех, пяти там личностей, то да, конечно. Я это имею в виду. Где он сосредоточен в основе своей, этот золотой миллиард? Масси, не в исключении. Ну, естественно. Ну, естественно. Ну, там своей нищеты хватает не меньше в западном мире тоже. Речь идет о другом. Речь идет о другом. Не глобализация в этом виновата. А то ведь, понимаете, как мы, внимание, переключим не на лошадь, а на телегу. У нас получится телега будет спереди лошади. На плоды. Дело в том, что это люди ответственные. Понимаете, мы имеем все для того, чтобы у нас был рай на земле. От того, что мы имеем здесь ад, это никто нам не виноват. Это мы, люди, не сумели до сегодняшнего дня выстроить наши отношения так, чтобы пользоваться всеми этими райскими благами на планете. А глобализация, еще раз повторяю, это процессы. Понимаете, это тоже... Это понятно. Да, это процессы. Их обвинять, это значит переводить стрелку. Это значит... Это значит... Послушайте, вот еще очень важный момент. Я вам еще скажу. Я когда начинал заниматься глобальными проблемами, будучи еще студентом в 70-е годы, тогда мой научный руководитель, это академик Фролол, Загладин Валентинович, там Гирусов, Урсул и так далее. Я сам первые работы писал, что глобальные проблемы современца, а слово глобализация не существовало, оно в конце 90-х возникло. Глобальные проблемы, это очень опасное для человечества явление, и их нужно элиминировать, устранить из жизни общества. С ними надо справиться. Так мы все писали. Потом не стало Фролова, Загладин, они так до последнего момента и говорили. А потом появился термин глобализация. И потом посмотрели на это немножко по-другому. И оказалось, что... Оказывается, не надо бороться. Нет, послушайте, это очень важный момент. Послушайте, это очень важный момент. Да, бороться с глобальными проблемами, чтобы их устранить и устранить из жизни общества, это абсолютно неправильная постановка задачи. Это невозможно, потому что... Вы говорили об этом уже. Знаете почему? Потому что человечество, выросшее до уровня глобальных связей, отношений, по определению не может не иметь глобальных проблем. Я вам на другом примере приведу. Вот маленький ребенок, у него маленькие проблемы. У него отняли куклу, и он плачет. Постарше стал в школе, стал в школе. У него другие проблемы. Ему двойку поставили, и он плачет. Он стал взрослым, у него другие проблемы, и он думает, хоть бы у меня куклу отняли, хоть бы мне двойку, он работу потерял, у него семья. А он стал в возрасте уже, и их уже трое. Он костыль и радикулит, и они всегда втроем. Понимаете? И он не может в женщину. И это тоже проблемы. То есть, и он говорит, да хоть бы у меня двойки ставили, хоть бы мне куклу отняли, да чтобы радикулит не было. То есть, человечество, возвращаясь к вопросу к этому, будучи локально устроенными до македонского Александра, вышедшее на уровень региональных от македонского до эпохи великих географических открытий, поднимается от локальных проблем, локальных связей и отношений до регионального уровня. Выйдя на глобальный уровень связи и отношений, оно по определению не может не иметь глобальных проблем современности. Следовательно, если вы поставите задачу преодолеть глобальные проблемы современности, вы поставите невыполнимую заведомо задачу, вы получите, растратите энергию, ресурсы, вы потеряете время, и вы не решите задачу. А как стоит тогда вопрос? Вопрос стоит в том, чтобы не усложнять проблемы, не плодить новые, не обострять и научиться с ними жить, как тот дедушка, который с костылем, потому что уже радикулит, а без костыля будет плохо. Надо будет, и второй костыль возьмет, и пусть благодарит Бога, что он дает ему еще возможность дышать, думать, и жить на этом свете, и радоваться жизни каждому дню. Вот о чем идет разговор. Я не призываю в данном случае смириться с тем, что происходит в условиях глобализации, но я призываю понять ее правильно, адекватно на нее реагировать и на ее последствия, и понимать, что уже не с глобальными проблемами надо бороться, а с порождением их, и там, где можно их не порождать, не порождать, там, где можно их элиминировать, элиминировать, все, что можно, но при таком подходе вы не будете после разрушения башен близнецов, бороться со всем терроризмом во всем мире и уничтожать его под корень и считать, что мы сейчас все уничтожим, как это Америка заявила в самом начале. Потом пришлось скорректировать. Если так рассуждали бы, может быть, думали и с Ираком, по-другому бы, и с Афганистаном, и не только они, и мы в том числе. Я сам свое время в Чехословакии в 68-70 году служил. Там ко мне пришли мысли многие, кто меня туда звал. Да, оттуда. Потом работа на ядерных полигонах по-латински, на новой земле, три года. Я как раз задумывался над такими вещами, что заставляет нас делать то, что только на разрушение идет. И вот если мы посмотрим на мир вот так вот целостно, тогда мы будем, может быть, по-другому распоряжаться нашими ресурсами ограниченными. Они всегда ограничены. У нас нет ни времени много, у нас и для решения глобальных проблем, Да, насчет времени вы абсолютно правы. Времени у нас уже почти нет. И ресурсов у нас немного. Если мы потратили на... Я имею в виду телевизионное время, Александр Николаевич. Закончили. Если мы потратили на вооружение, например, значит, мы должны забрать у образования, медицины и так далее. Если мы отдаем, как Ломоносов говорил в свое время, в одном месте... Ну да, прибудет, убудет. Да, убудет. Закон сохранения энергии. Лучше спасибо за разговор. Вы меня немножко так завели. Ну что, это за хорошо, когда мы провели достаточно длинный... Я надеюсь, что не очень утомили наших телезрителей. Ну вот, таковы проблемы глобализации, таковы их плоды. Некоторые горькие, как вы, наверное, уже поняли, вы, наверное, знаете ли, мы телезрители. На этом мы, пожалуй, что сегодня закончим. Вы, наверное, поняли еще одно, что впервые вот в программе Акцент ведущий и приглашенный гость, ну, не то чтобы на деметрально противоположных позициях стояли, но попытались выяснить истину в споре. Обычно я стараюсь не спорить с гостями, но уж очень интересная и животрепещущая, я бы сказал, тема. У нас был в гостях Александр Николаевич Чумаков, первый вице-президент Российского философского общества, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Александр Николаевич, я искренне выражаю вам признательность не только за то, что вы пришли, но теперь уже и за то, что вы так эмоционально, так горячо и так многосторонне рассматривали вопросы, которые я поставил, и которые главным образом не я, конечно, а стоят перед нашим обществом, перед нашей планетой, перед нашим государством в частности. Еще раз огромное вам спасибо. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. До следующей встречи. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова